Это программа «Золотой человек» и гость нашей студии Татьяна Елистратова из города Красноярска. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна, вы гость программы «Золотой человек». Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы себя золотым человеком? Мне кажется, я считаю себя абсолютно обыкновенным человеком, потому что, не знаю, мне кажется, золотые люди – это какие-то необыкновенные. Ну и совершенно не я. Ваша династия с историей в 100 лет, железнодорожная династия, правильно я говорю? Расскажите о своем пути. Да, действительно, стаж моей династии 100 лет. Я тут прямо озадачилась этим вопросом и посчитала. Получается, первым был мой прадед. Он после Первой мировой войны, после революции вернулся и работал дорожным мастером. Соответственно, моя бабушка и моя мама, они работали в ведомственной медицине. Бабушка заведовала гастроэнтерологическим отделением на станции Красноярска в больнице, а мама, получается, была замглавного врача в больнице на станции Абака. Ну и дед мой, он сначала работал на паровозо-вагонно-ремонтном заводе, а потом уже учил студентов и в железнодорожном училище, и в железнодорожной школе. Получается так, что я выросла среди разговоров о железной дороге. И, например, и даже микрорайон, в котором я жила, он назывался поселок МПС. И школа была железнодорожная, и больница была железнодорожная, и одноклассники, как бы, это были дети, в принципе, практически все железнодорожников. А из окон родительской квартиры до сих пор видна сортировочная горка. Поэтому я не могу сказать, что у меня был какой-то план по работе на железной дороге. Но когда в 95-м году так сложилась экономическая ситуация в стране, и я вышла из стен учебного заведения дипломированным педагогом, то, соответственно, как-то все так сложилось, что, в общем-то, кроме железной дороги больше-то и работать негде было. Зарплату-то не платили, а здесь была небольшая, но задержка. И поэтому я так оказалась на железной дороге. А кем вы оказались? Как пришли? То есть вот педагог кем пришел на железную дорогу? Ой, педагог пришел приема с датчиком груза и багажа багажного отделения станции Абатан. Потом я, когда работала, поняла, что мне необходимо образование. И я пошла учиться уже в железнодорожный институт. И в железнодорожном институте я встретила своего мужа. Он, удивительным образом, тоже железнодорожник. И в 2001 году мы вернулись после института уже в Красноярск. И я уже осталась работать в блоке управления персоналом. И с той поры трудитесь. Выходит, что вы росли по карьерной лестнице. Но оставались также на железной дороге. Да, да, абсолютно так. Потому что я начала специалистом по управлению персоналом. Потом я работала заместителем железнодорожной станции по кадрам и социальным вопросам. Заместителем дистанции пути тоже по кадрам и социальным вопросам. Потом еще были отделения. Я работала начальником отдела управления персоналом. А потом уже в 2010 году, когда выделились наши вертикали функциональные, я была назначена заместителем начальника Красноярской дирекции управления движением по кадрам и социальным вопросам. И там отработала 10 лет. А сегодня какую должность вы занимаете? Сегодня я начальник Красноярского центра научно-технической информации и библиотек. Чем занимаетесь на работе? Какие у вас функции, обязанности и какие стремления? Вы знаете, мой приход в центр совпал удивительным образом с пандемией. И пандемия показала, насколько нам необходимо, как центру, который предоставляет информацию, включиться в этот информационный поток, который человек получает. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас информационный поток настолько велик, что человек просто не успевает отследить какие-то вещи, которые ему действительно важны. А у нас в центре есть же различная информация. И научно-техническая, и деловая, и учебная. И у нас есть подписки на периодические издания, порядка 150 наименований в год мы выписываем журналов и газет. И, соответственно, работники центра, они все это систематизируют, все это классифицируют и уже потребителю выдают в виде готовых каких-то рассылок, дайджестов, которые человек может использовать уже непосредственно, ну, не лопать, а вот весь этот объем сам. И основную задачу, которую мы за последние два года преодолевали и продолжаем сейчас над ней работать, это насколько сделать удобным и эффективным получение сотрудниками информации, которая им необходима. Потому что есть какая-то информация, которая у нас, ну, может не быть. И мы поэтому взаимодействуем и с городскими, и с краевыми библиотеками техническими, и с ГПНТБ, и с центрами других дорог. То есть для того, чтобы эту информацию человеку обязательно дать. Сайт у нас был давно, но сейчас мы над ним работаем как раз вот опять же с точки зрения человекоориентированности, да, чтобы человеку было удобно, чтобы все было так систематизировано, чтобы он понимал, что так, вот здесь вот информация про вагоны, здесь информация про охрану труда, здесь та информация, которая ему нужна, и он совершенно спокойно эту информацию получает и использует в работе. А мы вышли на сервисный портал, да, и вот уже как раз, наверное, больше года я веду блог «Читает тайм», в котором мы тоже выкладываем всякие разные новинки, которые человек может запросить либо у нас, либо в своих центрах, да, если он читает где-то с другой дороги, и тоже это получить. Но сейчас для нас прям вызов. Это чат-бот для того, чтобы убыстрить взаимодействие, да, с библиотекой, с центром, чтобы получить какую-то нужную информацию. И задумались мы тоже о ведении подкастов, да, ну вот как бы подкасты — это такая история вроде, с одной стороны, про что-то такое прям нежелезнодорожное, да, но с другой стороны, почему бы ту информацию, которая у нас есть, не выдать в том формате, в котором она человеку в том числе удобна. Еще я могу сказать о том, что мы как центр сопровождаем практически все мероприятия, которые проходят в рамках дороги, на дирекциях. Мы приходим, показываем новинки книг, новинки журналов, показываем, какие вообще есть возможности, и это такой оффлайновый контакт, который мы тоже не теряем, потому что, ну, когда человек человека все-таки видит, это тоже здорово и важно, как показали, опять же, нам. Да, и привлекаете еще больше к себе внимания, к центру, чтобы люди приходили и пользовались такими замечательными услугами образовательными. Татьяна, я хочу спросить вас, за вашу вот такую долгую достаточно работу на железной дороге есть ли у вас благодарности, грамоты, награды? Да, да, награды у меня есть, у меня есть и благодарности, и грамоты, у меня есть именные часы, и вот, наверное, совсем такая важная, я бы сказала, награда последняя – это знак 20 лет работы на железнодорожном транспорте. Мне ее вручали в Самаре на слете женщин, мне было очень приятно. О вашей семье. Кто подрастает и планирует ли подрастающее поколение продолжить железнодорожную династию? У меня трое детей, старшая дочь у меня учится на пятом курсе Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Причем ее путь был таким интересным, она в 10 лет пришла на детскую железную дорогу, и практически до окончания школы она там трудилась. До 11 класса она рассматривала вариант либо биохим, да, и вот куда-то туда. А в 11 классе она пришла, посмотрела на нас и говорит, так, я все про железную дорогу понимаю, я на детской железной дороге тружусь уже практически 7 лет, поэтому, наверное-ка, я пойду учиться в железнодорожный институт. Я в этот момент, как мать, совершенно не как HR, говорю, Лиза, там же физика, ты учила химию? Она говорит, ну хорошо, выучим физику. Она подготовилась, сдала экзамены и поступила в железнодорожный институт на специальность организации перевозок и логистика. Со второго курса она вот уже сейчас работает проводником в отряде в студенческом крылье Сапсана, и, в общем, она такой уже, она наш коллега, потому что мы тут с ней смеялись, она что-то мне рассказывала про какую-то лекцию, она говорит, ты знаешь, я, возможно, такое ощущение, что это где-то слышала, может быть, вы разговаривали, может быть, еще где-то. А я так сижу и смеюсь, говорю, слушай, ну так ты второй раз проходишь программу-то. Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, ты 20 лет назад это тоже слушала, потому что я родила ее на пятом курсе, она какие-то предметы могла слушать. Поэтому, наверное, когда-нибудь она тоже скажет, что вокруг нее всегда была железная дорога во всех ее разных проявлениях, и ее пазл так сложился. А сын в этом году поступил в Иркутский государственный университет путей сообщения на специальность экономическая безопасность. Ну, а младший сын еще маленький, ему 7 лет, и поэтому просто живет. Он еще присматривается, да. А на детскую железную дорогу младший сын пойдет? Как у него? Есть желание? Говорит об этом? Ну, если захочет, конечно, пойдет, потому что, когда мы бываем в парке, он всегда говорит, а теперь на поезде пойдем кататься. Татьяна, спасибо вам большое за такой прекрасный разговор. Продолжение следует...